Коронавирус бьет очередной рекорд. Более 20 миллионов 700 тысяч случаев заражения выявлено в мире. На этом фоне многие страны вынуждены вернуться к ограничительным мерам. Так Франция, Индерланды и другие снова вводят для прибывающих из-за рубежа двухнедельный карантин. Сложнее всего по-прежнему в США. Там четвертая часть заболевших от мировой статистики. В Швейцарии приняли решение сдвинуть сроки снятия запрета на массовые мероприятия на начало октября. Там зафиксировали самый большой прирост случаев заражения за 24 часа с конца апреля. Новые правила въезда в страну приняли власти Турции. Первое. Прямо во время полета люди обязаны заполнить анкету. В ней должно быть указано место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Вся информация поступает в базу МВД, чтобы в случае положительного теста найти тех, кто летел рядом с зараженными. Второе. Если прибудет воздушный борт с коронавирусным пациентом, то ему проведут экспресс-тест. Бесплатно. Через 4 часа будет результат. В случае подтверждения COVID-19 человека госпитализируют. Лечение за счет страхового полиса. Если при этом он пропускает свой рейс, то обещают компенсировать стоимость билета. Во Франции ситуацию с COVID-19 ухудшает жара. Ежедневно медики фиксируют по 2000 новых случаев заражения. Для сравнения, месяц назад было 1000. В связи с этим власти приняли решение до конца октября запретить все массовые мероприятия. Тем временем в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она формирует устойчивый иммунитет, отмечают специалисты. Препарат прошел все необходимые испытания. Массовый выпуск рассчитывают начать в самое ближайшее время. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok